Учитель – это не профессия, а призвание. Не один раз со сцены театра имени Луначальского звучала эта фраза. День Учителя отмечают в нашей стране ежегодно 5 октября. С праздником всех педагогов поздравил губернатор Севастополя Михаил Возвожаев. Я просто хочу сказать, что я вас всех очень люблю, потому что в Севастополе замечательные учителя, люди, преданные своему делу, преданные своему городу, своей стране. Именно вы формируете в наших детях вот то чувство патриотизма, не ложное, не наносное, а истинное. Каждый ребенок, с которым я за эти годы разговаривал в классах, когда был в школах, искренне чувствует себя частью города, частью нашей великой страны. А это, конечно, ваш труд. То, что вы каждый день делаете в классах, когда преподаете, неважно какой предмет, заучи. Все, кто занимается учебным процессом, вносят свой значимый вклад в это ощущение детей. Это, конечно, главное. Поэтому я вас благодарю за преданность профессии, за искренность, за то, что вы, несмотря на все трудности, которых огромное количество, и сегодня перед школой стоят самые, наверное, главные вызовы на этом историческом этапе, но вы делаете свое дело и делаете его замечательно. И те результаты, которые мы видим каждый год, они об этом говорят. На торжественном собрании отличившихся педагогов нагодили благодарностями и грамотами, а заслуженным представителям профессии присвоили почетные звания. Педагогов с профессиональным праздником поздравил и председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Спикер городского парламента также вручил учителям награды. На самом деле, этот праздник, он близок к каждому из нас. Мы все с теплотой и трепетом вспоминаем своих учителей, своих наставников, ценим их мудрые советы и благодарим за заботу и за внимание. Безусловно, учитель – это не просто профессия, это призвание, это ответственная и благородная миссия. Я уверен, что все вы согласитесь с тем, что в учреждениях образования города-героя Севастополя сосредоточен огромный педагогический и интеллектуальный потенциал. Поздравления в адрес учителей звучали и от депутата Государственной Думы Татьяны Лобач. Я от всей души хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Учителя. Для меня, для человека, который вырос в семье педагога, совершенно, для меня всегда, это был самый большой и светлый праздник. Я приходил к маме утром, поздравлял ее и говорил ей спасибо. Радовался с ней, когда к ней приходили ребята, ее ученики, когда шел с ней по городу, а с ней здоровались. И это замечательный, светлый праздник. И в этот день я говорю вам огромное спасибо за ваш труд, за вашу душу, за ваше неравнодушие. Педагоги – это те люди, которые не только дают знания по достающему поколению, но и воспитывают тех, за кем будущее. В День Учителя в адрес преподавателей звучат самые теплые и искренние пожелания. Педагог – это одна из самых благородных, трудных и важных профессий. Труд этих людей переоценить невозможно. Я с первого класса влюблена была в свою первую учительницу. Это был потрясающий души человек Ирины Николаевны. Она до сих пор, кстати, преподает в школе. И поэтому сама с первого класса хотела быть учителем. Это профессия, в которую нужно идти по призванию. Любовь к детям, желание дарить свои эмоции, желание научить чему-то, желание получить отдачу. Вот эти вот все факторы, они очень важны для того, чтобы ты, как учитель, как человек наполнялся и мог эту энергию дальше дарить тем детям, которые приходят к тебе на уроки. Я выбрала для себя эту профессию по одной простой причине. У меня были хорошие учителя, память о которых навсегда будет в моем сердце. Это была Тамара Степановна Мылисова. Я считаю ее великим человеком. И благодаря ей очень много достойных людей выбрали профессию учителя. Ну, в частности, Екатерина Борисовна Алтабаевна. Она училась у нее. Дети бывают хорошие, замечательные и чудесные. Все зависит от того, какой сегодня день недели, какое у них настроение. И я убеждена, что педагог своим примером может детей сделать самыми замечательными, самыми чудесными и лучше всех. Также всем собравшимся показали спектакль «Битва за Севастополь». «Севастополь. Моя семья». В исполнении актеров студенческого театра «Молодая гвардия». Постановка посвящена 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Пришел сотый день, 101-й, 102-й. Над нами с ревом оседали горы. Но только бочно покидала город. И только мертвый мог покинуть строй, а он горел. Из четырех сторон от бухты к бухте подползало пламя. Святослав Данилов, Сергей Катлеренко. Новости Севастополя.